Халло! Сегодня увидела, что нас уже две тысячи. Господи, это очень круто. На самом деле, такое видео хотелось уже снять давно, и так как нас уже две тысячи, стоит это отметить. Я не могу отметить иначе, как снять новое видео. И просто поговорить с вами. И рассказать на основе опыта, что же с вами будет происходить, когда вы учите немецкий язык. Всё поэтапно. И сразу же хочу оговориться, что речь не будет идти о детях от двух до десяти лет. До десяти, до двенадцати лет. И так, а дни в нём вы встаёте и думаете, а почему бы не выучить мне немецкий язык? И приступаете. Либо вы ищете курсы иностранных языков, либо вы нанимаете себе преподавателя, либо вы идёте своим ходом. Но в любом случае, вы настроены изучить немецкий язык. Сразу хочу вам сказать, что процесс этот бесконечный, но очень сильно интересный. Достигая какого-то уровня, вам кажется, что этого мало. И вы хотите пройти дальше, дальше, дальше. Даже на уровне С2, когда студенты сдают уровень С2, они продолжают изучать язык. Потому что каждый день вы открываете для себя новые слова. Итак, сегодня вы приступили к изучению немецкого языка. Первые две недели, может быть и три, а может быть и месяц, вы делаете все домашние задания. Вы горите. Вы хотите узнать много новых слов. Вы учите практически всё, что вам задают, либо практически всё, что вы видите. Наступает второй месяц, и вам кажется, что то, что вы делали в первом месяце, должно давать сейчас уже свои плоды. Но вы не понимаете, почему же ничего не получается? Вы уже выучили 200 слов, а то и может быть и 300. Но почему они у вас не всплывают вовремя, когда вы их хотите сказать? Вы же ведь знали это слово. Почему, когда вам кто-то подсказывает, вы говорите, точно, я же знал ведь это слово. Но оно само по себе у вас не всплывает. И тогда вы думаете себе, хорошо, идёт второй месяц моего обучения, я буду делать дальше, я буду себя заставлять. И вы стараетесь всё так же делать домашние задания в том же объёме, который был на первом месяце обучения. Но сейчас вы делаете это без особого азарта. Вы делаете это, потому что надо. А третий месяц является переломным. Очень многие студенты разочаровываются и думают, почему? Я же ведь всё делал, я же ведь всё делал правильно, я же ведь выучил столько слов. Ну почему ничего не получается? И тогда у вас два пути. Первый – это всё бросить. Не рекомендую, потому что уже столько всего пройдено. И второй – рекомендую идти дальше. Во что бы то ни было. А потом происходит следующее. Вы идёте сдавать уровень А1, и скорее всего вы его сдаёте. Как практика показывает, 90% студентов сдают уровень А1 с первого раза. И тогда вы гордитесь собой, у вас уже есть сертификат. Теперь уже дороги назад у вас нет. И вы решаете продолжать дальше. Уровень А2 начинается с такими же симптомами. Сначала вы идёте с азартом, потом вы думаете, потому что надо, потом вы думаете, что вы всё бросите, сдаёте уровень А2 и переключаетесь на В1. А что такое уровень А2? Практически всё, что вы хотите сказать, вы говорите. Естественно, очень простым языком. Но когда вам что-то отвечают, и когда вы смотрите телевизор, вы ничего не понимаете. Либо вы понимаете какие-то кусочки. И тогда вы думаете, что это такое? И переходите на уровень В1. На уровне В1, как правило, стрессов ни у кого не бывает. Вы учите много новой лексики, но одним днём вы понимаете, что 40% из того, что вы учили, просто забыто. И это нормально. И это не забыто. Просто то, что вы учили и квази-забыли, оно переходит в ваш пасек. И когда второй раз вы увидите это слово в книге или ещё где-то, вы его сразу же узнаете. Так что, пожалуйста, не переживайте по поводу того, что некоторые слова у вас просто забываются. А что же происходит с вами на уровне В1? В повседневном общении вы, скорее всего, уже чувствуете себя более комфортно. Вы понимаете уже многое то, что вам говорят. Вы полностью схватываете суть сказанного. Конечно, вы ещё, может быть, не понимаете всех мелочей, всех нюансов, о которых говорит вам собеседник. Но, в принципе, у вас уже всё хорошо. А вот тут-то вас и поджидает большая опасность. На этом уровне многие студенты говорят, что они уже всё умеют, всё, они уже всё понимают и дальше пойдёт как-то само по себе и заканчивает изучение немецкого. Но даже если вы находитесь в немецкоговорящем окружении и не продолжаете совершенствовать свои знания, ваш уровень как минимум не будет скатываться вниз. Как минимум вы будете держаться на том же уровне, на котором вы остановились. И вот здесь-то вам хочется очень посоветовать, чтобы вы превратили изучение немецкого языка не в процесс изучения, не в школу, не в институт, а просто в ваше хобби. Итак, идём дальше. Вы закончили уровень B1 и вы переходите на уровень B2, что с вами происходит дальше. Вот именно на уровне B2 вам начинает казаться, что вы на самом-то деле очень мало знаете в немецком. И вы начинаете ещё раз закреплять грамматику, и вы начинаете учить много слов и продвигаетесь до уровня C1. А силив уровень B2, вы уже понимаете не только в большом, но уже и в малом. И вы абсолютно спокойно уже можете жить в немецкоговорящей стране, не испытывая практически никакого дискомфорта в общении с другими людьми. То есть вы уже, так скажем, мини-специалист немецкого языка. С этим уровнем работодатели уже привлекают работников на свои предприятия. Это могут быть IT-специалисты. А вот если вы медик, психолог или политолог, то без уровня C1 вам ну вот никак не обойтись. И вы идёте дальше. Но вы идёте уже спокойно, размеренно. И закончив уровень C1, вы чувствуете себя в немецком как рыба в воде. Вы используете очень много синонимов. Вы берёте различные речевые обороты. И с этим уровнем любой работодатель, любой университет, любой институт будет ждать вас с распростёртыми объятиями. И вы спросите, так зачем же нужен уровень C2, если на уровне C1 уже всё так хорошо? Как правило, уровень C2 изучают люди, которые хотят быть связанным с немецким языком профессионально. То есть это преподаватели немецкого языка, первые, кто в очереди на уровень C2, юристы, которые хотят более красиво выражать свои мысли. И уровень C2 не предполагает изучение грамматики. Соответственно, идёт лексика. И самое главное, на что делается упор, это на расширение не только вашего словарного запаса, но и понимание вашей профессии. То есть если вы юрист, то вы, скорее всего, пойдёте в сторону юридического немецкого. Если вы филолог, то вы, скорее всего, будете заниматься литературным языком. И на этом уровне вы уже очень много читаете. То есть для того, чтобы сдать сертификат, то есть уровень C2, в литературной части, в разговорной части, нужно как минимум прочитать два больших романа. Они, как правило, даются заранее, до экзамена за полгода. Вот таких. И их интерпретация также очень важна на этом экзамене. Так что же с вами происходит на уровне C2? Немецкий становится практически вашим родным языком. Вы не испытываете какого-то ни было дискомфорта при разговоре на немецком языке. Вот и всё. Цепочка замкнулась.